Так, все, запись началась. Здравствуйте, Алиби, Асхад. Здравствуйте, наша уважаемая аудитория. Мы очень рады всех видеть сегодня. Большое спасибо, коллеги, что вы нашли время, что приняли наше приглашение побеседовать сегодня, поговорить о вашей работе, о вашей важной миссии, что я лично сама знаю, насколько много важных и хороших, правильных вещей вы делаете здесь. Я лично знакома с Алиби, и у меня возникла эта идея о таком эфире именно в ситуации с пандемией, с вирусом, когда многие студенты оказались в таком неожиданном положении, когда нужно было покидать кампусы и уезжать домой и так далее. И здесь нужна была такая оперативная форс-мажорная поддержка, которая была оказана на высшем уровне. Это было основной причиной. Ну и, конечно, просто сегодня бы хотелось поговорить вообще о том, чем вы занимаетесь, что вы делаете, какова ваша миссия и так далее. Сегодня у нас в гостях представители Центра международных программ в США и в Канаде, и в Российской Федерации Алиби Байтурин и Асхат Абдумурзаев. Я очень рада вас видеть и очень рада начать сегодня беседу. Спасибо, Взаимна. Спасибо. Тогда, ну, поскольку я уже сказала, в каких странах вы являетесь представителями, я просто хотела, чтобы вы, может быть, сами подтвердили географию вашего покрытия, представительства, и, может быть, ответили на такой вопрос, каковы самые популярные регионы или города, университеты в тех странах и в тех географиях, где вы работаете? Популярны среди стипендиатов Балашака и, возможно, просто популярны среди казахстанских студентов в целом? Ну, позвольте, я первое отвечу. Касательно региона, моя ответственность – это страны Северной Америки, Соединенные Штаты Америки и Канада. Касательно именно регионов, популярных регионов в этих странах – это, в первую очередь, как мы знаем, такой кластер образовательный, да, в США – это штат Массачусетс, где есть город Бостон, там есть один из таких больших университетов, где обучается большой контингент стипендиатов Балашака – это Бостонский университет, также это знаменитый, один из ведущих университетов, да, Массачусетский технологический институт, MIT. Там также университет Брент, всем известный, Гарвардский университет, то есть это Массачусетс является одним из таких кластеров на территории США, образовательных именно. Также, если мы спускаемся вниз, да, по восточному побережью пройдемся, это штат Нью-Йорк, в Нью-Йорке есть также, в первую очередь, Нью-Йоркский университет, где обучают тоже представительное количество наших стипендиатов, там же есть еще один представитель, это Колумбийский университет, да, знаменитый. Ну, если брать северный штат, штат Нью-Йорк в целом, это Сиракузы, Сиракузский университет, вот, я хочу выделить. Потом также есть, если мы идем, так сказать, западнее, это в Техасе, также популярно у нас университеты на технической направленности, вот есть Texas NM, Texas et Erstein, да, Техасские университеты, они входят в консорцию техасских вузов, там больше 25 вузов, но в наш последний список, вот, ушли двое названные, там есть очень сильная программа именно по сфере нефти и газа, есть университет Колорадская университет, Колорадская горная школа также входит в число сильных вузов, то есть штат Колорадо, там есть университет Колорадо, Болдеры, то есть там тоже есть система, вообще Америка характерна таким системой вузов с одним флагманским университетом, да, и остальные, они имеют роль в филиал, они дополняют его работу, но все между собой взаимодействуют, и также следует отметить такой вообще очень представительный регион, очень популярный среди наших стипендиатов, обучающих в Соединенных Штатах Америки, это Калифорния, группа калифорнийских вузов, это в первую очередь, если мы говорим про калифорнийский университет, это Беркли, да, всем известный, потом есть калифорнийский университет в Дэвисе, калифорнийский университет в Анджелесе в Калифорнийском университету Сан-Диего. Все это Калифорнийские университеты, они объединятся в одну большую семью, но делятся именно по городам, где они базируются. Если в Бертли, Калифорнийский университет в Бертли, это северная Калифорния, то в Сан-Диего это, соответственно, южная Калифорния. И есть в Лос-Анджелесе. Стро! Южной Калифорнии, Юниверситет в Саусском Калифорнии. Хотел бы отметить, также есть такой аспект, помимо образовательства, есть еще Калифорния, она известна своим очень мягким, теплым климатом, который располагает, для некоторых вдохновляет на обучение, так сказать. Вот в этом плане, конечно, тоже положительный момент. Также есть, ну и в середине континента американского есть Орион Сейкингерст, где также эти вузы не так популярны на Пазахстане, вообще на постсоветском пространстве, но они есть, их Hidden Gems, да, такие не очень известные, но в то же время имеющие сильные программы, на самом деле. Вот, и Канада. Ну, по Канаде, если Канаду брать, то по Канаде равномерно разноточены наши стимпендиаты. Это, будем называть, Ватерлоу, университет МакГилл, который находится, да, непосредственно в Лаберке. Также есть, ну, Канад сам по себе, это очень большая страна, как вы знаете, да, и низкая плодность населения, так что, можно сказать, что наши стимпендиаты Балашак, которые обучаются в Канаде, они покрывают все провинции Канады. То есть, вот, основные, вот, это, говоря о Северной Америке, то есть, это США и Канада. Ну, кстати, я бы хотел такой курьезный случай вспомнить, что на одном из приемов, я не помню, я познакомился с одной из гражданок Южной Америки, то ли Парагвай, то ли Урагвай, вроде Урагвай. И когда я рассказал о возможности для казахстанских, возможности вообще о нашей программе Балашак, она была очень удивлена, что такая возможность есть вообще, и начала подробно меня спрашивать вообще о этой программе, еще больше удивлялась, когда я рассказывал то, что это фулс каваши, да, то, что покрываем практически все расходы стимпендиатов. И потом очень расстроилась, когда узнал то, что это международная программа только для граждан Казахстана. Очень, очень расстроилась, вопросы у нее потом исчезли, но она подошла ко мне через минут 15, и задумывающего видом спросила, как вступить к гражданцу Казахстана. Замуж выйти можно? За казахскому джигитту? Я, к сожалению, этот вопрос оставил моим коллегам. Я ее посоветовал зайти на сайт нашего, наших учреждений. Ну, вот такая вот, как бы, даже на Южную Америку расписывается такое очарование нашей программы Балашак, да, так можно сказать, вот, может быть, коллега дальше. Спасибо, Алиби, спасибо, Айнур. Ну, что касается географии обучения наших стимпендиатов и в целом студентов, казахстанских студентов России, то география очень обширна, она распространяется практически на всю Россию, но если исходить из конкретно наших стимпендиатов, то основной костяк это наши стимпендиаты обучаются в городе Москва, в городе Санкт-Петербург. Это вот два крупнейших вуза России, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет и Милома Москва. Это те вузы, где в основном обучаются наши стимпендиаты. Также есть ряд других московских университетов, где наши стимпендиаты в меньшем количестве находятся, но все-таки они есть. Это вот МГИМО обучается, потом Московский авиационный институт обучается, потом Сельскохозяйственный университет, Милома Рядиева. В данных университетах наши стимпендиаты обучаются. Но в целом, если говорить за Россию, то, как вы знаете, это страна, с которой у нас самая протяженная граница и у них очень много различных университетов и, соответственно, в данной стране обучается очень много вообще в целом казахстанских студентов, их порядка 70 тысяч студентов. В одной Москве только обучается порядка 8, от 8 до 10 тысяч студентов казахстанцев. Поэтому в этом плане образование России в целом остается популярным. Именно у нас в Казахстане, вот эти вузы, университеты. В этой связи мы очень плодоформно работаем с российскими университетами, в частности, начиная тем, где обучаются наши стимпендиаты и заканчивая тем, где получаются от Калининграда до Дальнего Востока. У нас практически со многими университетами наработаны тесные контакты, имеются меморандумы о сотрудничестве. Данную сферу мы развиваем. По мере возможностей, да, используем во благо с нашей страны. Наши граждане могли обучаться, где-то помочь, где-то подсказать. Находясь, получается, в стране, уже при звании, нам как бы легче. Мы там все видим, проводим встречи. Да, конечно. В этом плане, да, это очень такая хорошая, серьезная поддержка. Спасибо большое, коллеги. И поскольку вы уже немножко затронули, в чем конкретно заключается ваша работа со студентами, может быть, со СХАТа начнем. У меня есть еще один вопрос. Что вы, как вы поддерживаете, как вы помогаете нашим студентам, которые по Балашаку приезжают, например, в Российскую Федерацию или в Соединенные Штаты Америки? Да. Возможно, как-то их семьям, потому что многие приезжают с семьями, с детьми. И это уже совершенно еще другая динамика в дополнение к тому, что они сами должны учиться. Хороший вопрос, Айнур. Ну, вот, смотри, если начать отвечать на этот вопрос, хотелось бы запомнить в целом деятельность нашего представительства именно в России. У нас имеются должностные обязанности, согласно которым мы ежегодно подготавливаем план мероприятий на год, который утверждается президентом нашего центра. Согласно этим мероприятиям мы проводим работу, в том числе и академической мобильности со старшими стипендиатами, различные культурные мероприятия проводим, выставки, встречи, какой-то обмен, стажировки, все это, да, все входит именно в наши обязанности. Ну, отвечая на ваш вопрос, по поддержке именно наших стипендиатов, как мы с ними работаем, ну, естественно, мы следим за качеством обучения наших стипендиатов, чтобы стипендиаты получали, по крайней мере, максимум от тех возможностей, которые у них есть сейчас в данной стране. Это начиная от, ну, у каждого стипендиата, согласно, программа имеет свой индивидуальный план, чтобы все эти мероприятия были выполнены в полном объеме, чтобы оценки были максимально отличными. Ну, как правило, таких проблем с учебой у нас, ну, в стране, вот в России, как правило, не бывает. Все стипендиаты особенно осознанно подходят к выбору специальности, обучения, процессу и так далее. Что касается поддержки именно в учебном плане, в бытовом, то на данном примере, можно сказать, вот сейчас, например, летний период, этот период поступлений. Вот в прошлом году, если пример привести, то наше представительство, оно как бы поддерживает уже на стадии потенциального стипендиата. Ребята выбирают университеты. Конечно, не у всех имеется полная информация о в целом процессе обучения, поступлении, какие экзамены могут быть. Потом, знаете, вступительный процесс, он тоже бывает разный. Сначала он начинается со споров необходимых документов, подачи и уже непосредственно, через какой-то период самого поступления. В данном случае, можно сказать, что наши некоторые стипендиаты, вот мы поддерживали их, это мы, наше консистентство помогало именно в оформлении вот этих документов, подачи, чтобы стипендиата не было затратно ранее приезжать, подавать эти документы, потом нужно будет обратно выехать, в какой-то период и обратно уже именно на вот эти самые поступительные мероприятия приезжать. И в данном случае мы подключаемся, помогаем даже потенциальным стипендиатам, студентам, даже если он от него не смог с каким-то причинами дальше подложить обучение. В любом случае, мы всегда помогаем, поддерживаем. Ну, это как бы у нас такая работа, да. В бытовом плане тоже мы подсказываем, ребята некоторые, семейные бывают, с детьми приезжают. Не всем удобно, например, проживать в общежитии. В этом случае мы подключаемся, смотрим, какие условия могут быть для семейных, ну, для семей, где удобнее жить, какие, может быть, квартиры, какие-то малосемейного типа и так далее. Подсказываем, подключаемся, смотрим. Со школами, наверное, тоже. Да, со школами, с садами, да, это очень такая актуальная, знаете, здесь такая проблема этого, получается, школу, детей, садики строить. Поэтому, да, по возможности мы эти все вопросы стараемся тоже решать, чтобы наши средства там было как можно комфортнее здесь находиться, и чтобы не отвлекаться на какие-то, может быть, бытовые вопросы поменьше, чтобы полностью сконцентрироваться на учебной процессе. Да. Если вы закончили, то мы можем о любви попросить, посмотреть. Я думаю, что примерно у всех контекст одинаковый, но просто, может быть, что-то чем-то отличается в Штатах. Коллега очень подробно ответил, в принципе, чем занимается, чем должны заниматься представители любой, то есть, за рубежом нашего центра международного программ. Ну, хотел бы опять, подчеркнуть одну такую, мне кажется, очень удобную вещь для стипендиатов. Это возможность, как представителя центра международного программ, мне здесь, в стране обучения, то есть, сделать их какие-то там документы. Допустим, мне это стипендиат, они подписывают дополнительные соглашения, то есть, я могу свои подписи визировать их здесь, находясь в стране их обучения, то есть, не надо выезжать обратно в Казахстан, то есть, там могут это все, я считаю, это вообще все довольно таки упрощает, то есть, либо правила, они ко мне приезжают, мой офис, да, в Вашингтоне, либо, наоборот, если есть такая, если обстоятельства диктуют такие условия, два или три случаи, да, то есть, по различным, по семейным причинам, стипендиат, не может покинуть, да, свой город обучения, я в этом случае с санкциевого полосы то выезжаю непосредственно к стипендиату, то есть, мы стараемся подходить индивидуально и демонстрировать к гиппоходу, то есть, тем более, сейчас реализуем концепцию случаев государства. Также есть это, то есть, надо понимать, то есть, есть две функции, да, то есть, это академическая сторона вопроса и бытовая, да, но я их, как бы, не разделяю, потому что я считаю, что поддержка должна быть комплексная, всеоблинущая, всеоблинущая, и чтобы стипендиат через нашу деятельность именно чувствовал поддержку центра международных программ, поддержку нашей страны, то есть, да, то, что мы здесь, мы, как коллега правильно отметил, мы оказываем содействие в процессе их адаптации, социализации, в новой для них стране, в большинстве случаев это стипендиаты приезжают в первый раз в США или в Канаду, в моем, в моем случае, вот, несмотря на то, что все, как коллега заметил, взрослые, сознательные люди, ответственные в учебе, но опять-таки, это стресс, в любом случае, это в плане климатическом, да, это, так называемый, джетлаг, да, разница во времени, здесь, допустим, это составляет 11 часов, да, вот такое, да, климатическое время, потом, также, это другая система, именно правовая, то есть, это и документы надо делать, у целяющей личности, то есть, здесь такое, когда человек приезжает, он скалкивается с таким немножечком, сами знаете, с замкнутым кругом, то есть, без кредитки, тебе не дают, не рассматривают аренды, без прописки, не открывают кредитку, и как-то, это надо выходить, и я всегда ко всем специалистам, с депутатам, и моим коллегам, курорам обращаюсь, что всех прибывших, с депутатом, они могут давать, мои все контактные данные, я всегда 24 часа, на связи, как и, я знаю, мои коллеги, в Дроссултане, так же, да, всегда было точно на связи, потому что, есть такое правило, наоборот, оно его подчеркивает, это правило до этого часа, то есть, мы должны реагировать в течение этого первого часа на, оказаться действие, то есть, постараться, по крайней мере, в рамках, да, нашего возможности, ну, на самом деле, я хочу сказать, что за период моей практики, взаимодействия со стипендиатами, на самом деле, кейсов бывает очень-очень много, они очень разные, до содействия им в установлении социальных и, так сказать, академических связей, потому что есть стипендиаты, которые делают ресурс, есть, есть, которые участвуют в прямой журналистике, есть, то учатся более, так сказать, технической науке, да, но в любом случае им нужны, некоторые им нужны интересные респонденты, интервьюеры, некоторым нужны профессора, коллеги, да, их в научной сфере, профессиональной, которые они могут, по крайней мере, посоветоваться, то есть, я активно всегда говорю, чтобы пользовались, обращались ко мне, я могу помочь в установлении таких связей, то есть, если человек учится, допустим, на высочном побережье, он может также, если у меня есть такие связи, я, на запад побережья, профессура, также могут быть наши, как правило, так как все-таки в США приезжает все-таки представительное количество стипендиатов, если это брать, это где-то по всей программе, где-то около 500 человек, то есть, да, и они все круглый год уезжают, выезжают, то есть, есть такая ротация, то есть, как правило, они, большинство из них друг друга не знают, и в этом плане я буду всегда рад, если есть стипендиаты наши будут консолидироваться, я буду непосредственно принимать в этом роль, то есть, если они будут знакомиться между собой, будут обмениваться контактами, будут обмениваться информацией, в том числе и в бытовых вопросах, но, опять-таки, кейсы бывают разные, то есть, один раз был, то есть, когда я всегда стипендиатом, в США и Канаде говорю, по любому поводу ко мне обращаться, не стесняться, я здесь для этого, мои плечи здесь для этого, нужно мне поставить, не знаю, широкий или нет, но стараюсь везде успевать, бывают различные случаи, то есть, когда, особенно в экстренных ситуациях, допустим, был один случай, год назад, в ходе из финальных экзаменов стипендиат, стипендиат один професс, как я считаю, я оказался прав, необоснованно предъявил претензию в так называемом плагиате, когда начали разбираться, оказалось, что якобы стипендиат в своей работе финальной использовал общий признанный термин, хоть и из узкой сферы, но это был общий такой термин, который, по мнению профессора, он не мог знать, то есть, это тоже вызывало вопросы такие у меня, только после моего вмешательства и отработки со стипендиатом тактично уверенность профессора, что я есть, и мы не согласны, как говорится, с этим решением, это все опять, вопрос был исчерпан, так сказать, потому что одно дело, когда студент, стипендиат выходит сам, другое, когда за ним стоит организация, за ним стоит страна, тем более спонсорская организация, то за него полностью платят деньги. Также еще, вот если брать мой коллега как бы в общем, я хочу так немножечко на примерах таких провести, какие бывают кейсы, вот до того, что помните, давно был такой неоднозначим бород, вот, и в начале моей работы я столкнулся с этим сразу кейсом на вторую неделю, когда ко мне обратились стипендиаты, группа стипендиатов, то есть я со всеми знакомился и сказали, что в их языковом центре один из преподавателей, то есть это не вся политика центра, но один из преподавателей решил ввести новацию и учить практическому английскому, то есть такой, так называемый английский, да, я попригодится им на примере практического материала в виде фильма, неоднозначим фильма бород, вот, но они неоднократно просили пересмотреть, взять материал, так как группа была смешанная, если наши стипендиаты конечно понимали, что то есть сатиричный характер этого произведения искусства, так сказать, да, то остальные их однорубники из других стран принимали это за чистую монету, им это, то есть обстановка была такая, можно сказать, был у них такой психологический дискомфорт, и я их прекрасно понимал в этом, только опять-таки после моего вмешательства и я обосновывал нарубники с точки зрения и руководитель директора этого языкового центра собрал наших стипенетов отдельно и лично принес извинения с порицанием такого новатора, так сказать, преподавателя, вот и конфликт был исчерпан на самом деле, вот такие вот даже вопросы есть, да, все-таки cultural sensibility это такой тонкий вопрос, который... Да, это тонкий вопрос и как, и здесь, как сказать, есть такое, бывают иногда такие промахи, так сказать, да. Да, это естественно, люди живые. Вот. Люди живые везде, поэтому, мне кажется, и нужно, чтобы в таком, как бы, на расстоянии вытянутой руки был человек, который может корректно, профессионально решить какие-то вопросы и помочь, поддержать и так далее. А также иногда, так как вот бывает, ну, где наши степендиаты компактно проживают, больше проживают с другими студентами странскими, такие возникают недопонимания, так сказать, споры. И я выступаю, опять-таки, это все нами проводим мониторинг, конечно же, морально-психологический климата в среде наших степендиатов, да, так как их в том числе комфортно пребывание, это в первую очередь наша, одна из наших первоочередных работ, помимо академической успеваемости. Вот я выступаю медиатором, выступаю, так сказать, таким, если надо, есть такая поддержка психологического характера, да, в условиях стресса, человек приехал, я понимаю, сами были студентами, тем более обучение, обучение академическое такое, да, со своими дедлайнами на иностранном языке, когда еще есть семья, бытовые вопросы, конечно, это нелегко, все через это проходили, кто учился, обучался за рубежом, так что, я считаю, это необходимое такое внимание, на которое, опять-таки, призывая степенята, могут надеяться, то есть по любому вопросу, то есть это касается академической составляющей бытовой или вот такого, так сказать, психологической поддержки, всегда прошу ко мне обращаться, у меня, то есть всегда мои все контакты, данные в этом доступе, помимо конечно моих коллег, кураторов, которые находятся также круглосуточно на контакте с стипендиатами, но также здесь есть я, у которого не такая большая временная разница, и в этом плане, можно сказать, всегда придете на помощь. Мы таким вниманием окружены, я не знаю, у меня я был бы очень рад, если бы я в студенческие годы был бы окружен такой поддержкой со всех сторон, да, и в Казахстане, и здесь, ну и помимо еще... А ребята, студенты казахстанские, не булашаковцы вообще как-то тоже связаны с вами? Как-то вы мне этим помогаете? Потому что это же общее студенческое сообщество. Знаете, да, это очень хороший вопрос, вы задали. Несмотря на то, что мы фокусируем в своей деятельности, да, непосредственно, да, как представители центра международных программ, администратора программы Бовашак, на стипендиатах программы Бовашак, но есть и другие казахстанские студенты. Я их стипендиатов и остальных студентов не разделяю по отношению, во-первых, потому что все мы граждане республики Казахстан, да, у нас есть наш слоган, девиз, бус боргемос, да, и мы все вместе, во-вторых, это общая среда казахстанских студентов за рубежом, да, нельзя рассматривать стипендиатов в отрыве от этой среды, другое дело, когда это касается каких-то финансовых вопросов, где непосредственно есть прямое участие, да, и прямая ответственность и обязанность обоих сторон, такие договоренные отношения, да, а так я стараюсь не делить на, грубо говоря, на булашекерах и не булашекерах, это одна среда, это все казахстанции, и всем, как бы, если им необходима поддержка, я всегда призываю всех также обращаться ко мне, по мере возможностей, да, по мере моей компетенции, я стараюсь отразить максимально эту поддержку. спасибо вам. Асхат, у вас, вы сказали, что в России, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, вообще очень много казахстанских студентов учится, и в приграничных, наверное, городах, вы как-то тоже связаны просто с нашими казахстанскими ребятами? Ну, в принципе, Алиби хорошо отметил нашу работу, то, что мы не делим, на стипендиатах и простых студентов, потому что, да, действительно, наши стипендиаты и студенты казахстанские, которые отмечаются в России, они все учатся в одном университете, да, в игровом ГУ, в другом каком-то, и все вместе тесно общаются, поэтому как-то привить их, это, я считаю, тоже неправильно, тем более вдалеке, да, от дома. А с другой стороны, все стипендиаты, студенты, они относятся уже как представители МОНа, именно представители центра, поэтому для них мы являемся также соответственно представители МОНа, и они могут где-то обратиться, где-то им подсказать, в этом плане, конечно, мы стараемся помочь, но если взять конкретно Россию, то здесь, как я уже отметил, очень много студентов, и чтобы как-то консультировать это сообщество, мы тесно сотрудничаем, мы работаем со студенческими организациями, которые для каждого вуза имеют свои студенческие организации, они свои лидеры, активисты, и в данной категории мы стараемся как можно более тесно общаться, подопорно сотрудничать, организовываем различные культурные мероприятия, спортивные, как-то на этих мероприятиях студентам как-то познакомиться ближе, завести знакомство, хорошо провести время в целом, да, и вот на такие мероприятия мы тоже сделаем особый акцент, что-то, да, вдали от дома ребята могли чувствовать, да, чувство плеча какое-то, чтобы было у ребят, поэтому мы очень стараемся почаще такие мероприятия проводить. Если привести пример, то в прошлом году мы провели несколько мероприятий в содействии именно нашего центра, это был, мы провели турнир в Казах-Курец, именно в Москве, в данном мероприятии например, в турнире участия не только казахстанцев, но и многие граждане России. Это был открытый пример, где мы могли принять участие все. Вот, данные такие мероприятия, они помогают в том числе показывают нашу культуру, наши спортивные какие-то мероприятия, студенты могут отвлечься на вот эти спортивные мероприятия. Также мы провели чемпионат, такой мини-чемпионат по мини-футболу с прозором среди студентов, студенты наши были задействованы, в целом все прошло очень грамотно, хорошо. Хотел бы отметить, что такие мероприятия, как правило, освещаются в средствах массовой информации, как здесь, в России, в Москве, в Азербайджане. Очень хороший, положительный отдых получил. работа будем проводить и дальше такую. Да, это вообще как бы такое. в Азербайджане, не только кастер-мини-футболу, а в Азербайджане. и я думаю, что это невозможно не переоценить вообще ту работу, которую вы делаете. Это именно, когда это делается через молодежь, через новое поколение, это совершенно уже изменение отношения и менталитета и так далее. И мне кажется, что все, кто нас слушает, все, кто будут знать об этом, будут вам очень благодарны. И даже, я, например, читала несколько раз в новостях, что есть в российских вузах организации студенческие, которые изучают казахский язык, и там не обязательно казахстанцы, ребята просто, которым интересен казахский язык. И слышала, что в Штатах есть, например, в каких-то университетах какие-то даже кафедры по казахскому языку, где-то даже в Вирджинии недавно искали преподавателя. И о любви, если вы можете сказать, тоже какая-то такая культурная составляющая вашей работы именно нашей казах. Да, я вот всего хотел бы еще немножечко вернуться к предыдущему вопросу, если позволите. С моей стороны было бы немножечко никогда не отметить коллег в посольстве, в генконсультах, которые находятся непосредственно в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Также местные студенты окружены их заботой, также, да, мы находимся в тесном взаимодействии. В этом плане хотелось бы выразить отдельную особенно благодарность Сергея Павловича, послу Республика Стан Союза Шатт-Америки Игорь Михайловичу Казаханову, который в этом плане поддержки молодежи, студенчества нашего, стипендиатов уделяет им большое внимание. Всегда вот, когда вновь прибывшие стипендиаты и студенты оказываются в стране непосредственно, да, в новых условиях, как я сказал, в условиях стресса, в условиях адаптации, социализации, проводятся встречи с ними, в том числе в посольстве в Вашингтоне, мы их собираем, заводим, хоть чай пейте, в такой, можно сказать, домашней обстановке, все говорят, вот я себя чувствую, как будто я не уезжал из Казахстана, себя чувствую, как-то, ну, сами знаете, сами были посольцы, знаете, какая там домашняя такая для нашей гражданицы такая уютная атмосфера. Вкусный бобсайк. Даже уходит с пакетами, с сувенирами, с подарками, чтобы сразу... Сколько раз я сама с Аркету носила дети. Да, да, да. Вот, и так проводится, проводим встречи с консульскими сотрудниками, которые специально, которые проводят инструктажей по правилам пребывания, это очень важно, на самом деле, по правилам пребывания. Будем говорить в чужой стране, в зарыжем, скажем, потому что на два, на два года для докторантов на 4-5 лет, это становится местом обучения, место, некоторых так воспринимает в своих вузах альбоматоров, что у нас в зарыжем. консулы, это очень консульский вопрос, это очень важный вопрос, на самом деле, и я всегда говорю стипендиатам, чтобы у них были случаи каких-то экстренных ситуаций, были контактные данные, помимо меня и консула, также призываем всех стипендиатов вставать на временный консульский учет для экстренной связи, чтобы мы знали в случае чего, как связаться с ними, чтобы, в случае, когда родители выходят, и если там, студенческая жизнь, она такая, когда у тебя какие-то сроки, срочные такие, задачи тяжелые, время проходит незаметно, и они забывают позвонить родителям там, неделями, и родители соответственно начинают беспокоиться и выходить на нас, а когда ты знаешь, где человек, как с ним связаться, это облегчает задачу, да, то есть это, в первую очередь, нервы, не нервы, а спокойствие наших родителей, я бы так говорил, да, и это, я хочу отнести, такую работу проводят на таком уровне, то есть такое внимание уделяется со стороны наших учреждений в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, и также коллеги в Канаде, да, это Оттава, Торонто, там как бы не так много, как в США, но внимания они получают не меньше, я так скажу, да, так что мне бы хотелось отметить, и теперь плавно переходя к культурологическому аспекту, ну, хотел бы в первую очередь перейти сразу к недавнему такого события, что посольством США при университете Джорджа Вашинова, нашего давнего партнера, да, Центром режима программ, там очень много наших студентов обучалось и до сих пор обучается, успешно при том обучается, был открыт Центр Абая, вы посещали, так что, я думаю, не обрати, да, вы знаете это все, то есть, где это один из центров подвижения культуры, языка, и есть определенный интерес со стороны какими американскими студентами и профессор препарат состава к нашей культуре, к нашему языку, к вообще к личности такой масштабной, как Абай, да, это один из родоначальников такого либеральных взглядов степи, так сказать, да, для них такое было немного сюрприз, что такие идеи уже у нас в те годы уже были и писались труды, были люди, которые, да, это понимали и проведали в массы. То есть, да. Причем, значение Абай же невозможно еще не переценить в целом в регионе, в Центральной Азии, не только в Казахстане, но и в более широком регионе и в Азии. И я знаю, что в GW University там есть же такая очень, очень сильная кафедра по Центральной Азии. Да, Профессор. Да, да. Практикуются, кстати, тоже были преподаватели даже наших вузов казахстанских, которые по программе Балашак какая-то была стажировка или что-то. Да, Центральная Азиатская программа, школа Эли, вот, там мы очень хорошо взаимодействуем с руководством, руководителем этой программы. Там очень много наших в свое время проходил сожжет именно степенья Балашак. Что удобно я хотел бы подробно остановиться на университете Джорджа Вашингтона. Это преимущество местности, то есть столица, это политическая столица, столица и политическая столица, получается. Ну, если брать столицу, то это США, политическая столица вообще всего западного полушария, да. И они могут принимать участие непосредственно на таких экспертных мероприятиях с участием больших политических деятелей. Там есть всем известный World Bank, да, которые тоже международные организации, да. Да, международные организации, на самом деле. Да, у нас было много делегаций на 15-15. Да, вот центр Абая был запущен, еще один проект вот такой вот, который будет на самом деле продвигать наш имидж. Ну, на самом деле у нас что, есть что продвигать на этот центр континента, да, цивилизация, шелковый путь и так далее. То есть это может быть отдельные вебинары тому, да, я как любитель истории, да, я это дело люблю, на это дело, но сейчас вернемся и вернемся к нашей, да, тематике. И я надеюсь, что в скором времени после того, как ситуация стабилизируется, вот сейчас, к сожалению, наблюдаем не очень радостную картину, эпидемиологическую, да, с ковидом, потом здесь небольшие такие наблюдаются, наблюдаются вспышки социальной напряженности, но как только ситуация стабилизируется, я думаю, центр Абая как будет готов принять степене от Балашак, который прибудет по программе стажеров, потому что это очень, мне кажется, такая программа, которая будет отвечать как интересам общей страны, то есть продвижения нашей культуры, так и наша программа, то есть Балашак и центр между программами. Вот, а если мы вернемся к таким, так сказать, вузам американцев, где продолжительное время реализуется курс каловского языка, то это в первую очередь университеты Висконсин, Мэндисон, там очень сильная на самом деле программа каловского языка, также это университет Индианы, там, кстати, по Фулбриту обучаются обучаются наши, не обучаются, проходит этот программ Фулбрит, а преподаватель каловский язык наши граждане, наши граждане, вот, также в университете Аризоны также есть курс каловского языка, то есть каловский язык набирает популярность, интерес к нашей культуре, к нашему языку, вот вы правильно заметили то, что здесь в казахоязычных группах и группах казахской диаспоры в интернете было на слуху объявление о поиске преподавательского языка, это Вирджиниатек искал, то есть Вирджинский политический университет, не знаю, я вот так вам в прошлом предусмотрю, расскажу, что когда мы искали партнеров, то есть я проводил работу по поводу популяризации нашего, нашей ежегодной международной ярмарки, то есть один из тех университетов, которые я в этом плане очень близко взаимодействовал и фактически они подтвердили свое участие вот на нашей ярмарке, выставке ежегодной IEF, да, Education Fair, то есть готовы были написать своего представителя именно школа госправления. Это очень хорошая школа на самом деле Вирджиниотек, 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 Вирджиниотек. Но, к сожалению, жизнь не вся своей корректива ввиду вспышки коронавирусной инфекции, да, и как бы были на самом деле заявлены очень хорошие спикеры, участники школы вот здесь из США, в том числе Вирджиниотек, это проводилось, проводил я еще работу за год, впервые за год, я активно работал, они, как и все вузы, кстати, когда со мной встречаются, уже, как я сказал, Балашак Брэнд, он идет впереди нас, когда мы знакомимся, первый вопрос, как попасть в список Балашак, либо как, как чтобы больше было у нас студентов Балашак, даже у меня был один случай, когда, я не помню, когда мне спросили, как попасть в список Балашак, я сказал, что вы уже в списке Балашак, представители вузов, они как-то были по-детски, такая улыбка засияла на их глазах, то есть, они, видно, им руководство настоятельно сказало, что попасть в список Балашак, они оказались уже в списке. Мне кажется, еще потому, что уже годами, десятилетиями уже стоит наработанная репутация, что студенты по Балашаку приезжающие, они, правда, очень сильные, целеустремленные, работоспособные. Ну, да, да, кстати, это такие, это был такой очень жесткий отбор, и это очень мотивированные студенты, то есть, можно сказать, где они учатся, это такие пассионарии группы, то есть, нам повезло, что мы живем в такой богатой, многокультурной, многонациональной стране, в условиях проскультурности у нас мы берем лучшее, мы, азиатские студенты считают нас за своих, стран из арабского, мусульман считают нас за своих, и также мы в этом плане близко к европейской, да, таким части, и поэтому везде, наши студенты находят общий человек, везде они, такой есть такой, такой азарт, да, пассионарность, такая везде, они стараются быть лидерами своих групп, мы вернемся к Вейджин-Тэкш, я их объектировал на Казахстан, говорил то, что, как и есть, что это, наша страна, на самом деле, это лидер в регионе, что есть, это объективно, что сейчас формируется международный, региональный образовательный хаб в Казахстане, это пересеклим рынок, что так и есть, на самом деле, что есть, вот, показатель нашего уровня образования, показатель системы образования, показательных, каких мы присылаем на самом деле студентов, да, то есть, они все это знают, и поэтому, вот, может быть, это совпадение, может быть, это, я себя так много радую, то, что, результатом моей деятельности, то, что Лейджин-Тэк, когда, к сожалению, состоялась ярмарка, но он начал искать преподавателя казахского языка, да, чтобы был такой... Так это вы за тем объявлением этих страшных работ достояло. Я не знаю, что я делал загодя, и возможно... Нет-нет-нет, я имею в виду, что это такой косвенный был результат вашей... Я не знаю, ну, я чешу, чешу свое такое, Но, кстати, в Лейджин-Тэк есть один, ну, по крайней мере, один профессор из Казахстана, он физик, достаточно известный, он давно уже работает в Лейджин-Тэк, это просто наши, так, семейные друзья, что у нас видно, таланты востребованы в принципе из всех поколений наших. Сейчас Силиконовая долина, ну, можно по ней отдельно, кстати, к сожалению, когда мы по районам проходились, я забыл ее упомянуть, Силиконовая долина, где концентрат всех стартапов, всех этих IT-программ, там очень много сейчас, на самом деле, наших наших соотечественников, вот, это они очень все дружные, это тоже положительный фактор для обучения наших студентов, наших стипендиатов, потому что я прям вижу, дружные, они заводят за руку друг друга в тот самый Google, Facebook, да, через свои бейджи показывают, одно дело читать книжку, смотреть в кино, другое дело зайти и посмотреть своими глазами, как работают технологические гиганты, как работают так называемые единороги, да, технологические, да, не публичные компании с капитальдатой более миллиарда долларов, да, это, то есть, уникальное явление, которое собрано здесь, да, в Силиконе долине, и наши стипендиаты к этому имеют, то есть, кто учится в этом бей-ареале, имеет непосредственное участие, вот, то есть, как вы тоже наблюдаете, что казахский язык, казахская культура из года в год, она набирает популярность, я вот смотрю, что вот эти, мы содействуем, оказываем поддержку празднованию наурус для наших сообществ, студентов, как правило, стипендиаты там всегда показывают в качестве активистов, что много очень собирает на казахский наурус, много собирает именно профессор состава, много собирает именно других наурусов студентов, так он не консолидируется, то есть, остальные студенты от другого, то есть, активно помогают, и здесь, в Вашингтоне, вот, как вы знаете, устраиваются те вот наурус, вот, посольство Казахстана наурус, вот, в последний раз было, в том году, если не ошибаюсь, была собрана юрта, такая красивая, то есть, любой желающий мог прийти, сфотографироваться, в том числе, мы привлекали студентов, стипендиатов наших, они были очень аутентично выглядели, то есть, есть и составляющая, как академическая, так и культурологическая, да, наши стипендиаты здесь, они не просто как бы, сидят за партами, грозут границу науки, да, но еще и проводят, опублизируют нашу культуру, наш язык, это все проводится, на самом деле, и даже даже нами, и также большой стимеей стипендиатов во всех штатах и провинциях, штатах США и провинциях Канады. Да, да, география такая обширная у вас, и у вас, и у Асхата. Вы немножко затронули, и Асхат тоже, сотрудничество с университетами, я просто хотела немножко, если вкратце вы сможете рассказать, каким образом вы вообще с ним, все хотят попасть в список Лошака, и все знают, насколько хорошие студенты приезжают по Лошаку. Что еще организовываете? Кодобмен опытом, стажировки для административного персонала, управляющего персонала университетами и так далее. В какая-то такая работа тоже входит ваш функционал, занимаетесь ли вы этим? Ну, отвечая на этот вопрос, тоже можно отметить, это как бы одна из наших тоже основных задач развития связи нашего общества с научными кругами университетами благодаря государству. Если касательно Российской Федерации рассказать, то у нас имеется меморандум о сотрудничестве практически с основными топами университетами, ну, с большинством российских университетов, где обучается наш студент, у нас с ними очень тесные такие деловые отношения, даже не только в тех, где обучается наш студент, а вообще в геологическом государственном студенте. естественно, мы с ними поддерживаем деловые отношения, с недородными отделами, в случае необходимости, например, в тех же самых стажировках, экономической конференции, проведении выставок, мы всегда находим общий звук и довольно оперативно решаем этот вопрос. Вот буквально весной этого года мы организовали стажировку тоже наших обучающих казахстанских в Московской университете это тоже было все оперативно сделано, получается, поступает необходимая заявка на проведение стажировки по определенной теме, мы подбираем университет, где подходит уровень подачи знаний и опыт, который наработал университет, и с ними быстро взаимодействуем, организуем стажировки различные. Также мы проводили в прошлом году привлечение процессового состава других университетов и российских Копормодливых перехот констант и лекции. В наших ведущих университетах в этом плане тоже идет взаимодействие. Практически везде мы встречаем понимание, все знают наш центр, он очень довольно-таки популярный в России. и когда мы говорим, что у нас был шаг, хотели у нас снять такую стажировку и что-то в России они уже все это знают, конечно, у нас меморандумы и всегда там идут навстречу, готовы очень даже по экстренному сжатой сроке практически организовать всегда. Да, это так важно. А еще вы, помню, что-то говорили про казахстанское образование, популяризация нашего высшего образования. Да, этот вопрос больше относится, наверное, к предыдущему нашему Мне кажется, просто это очень интересно. В прошлом году, я забыл отметить, наш центр при поддержке посольства Казахстана в России мы организовали выставку казахстанское образование в России. Получается, было 14 казахстанских университетов, и мы ехали практически все приграничье России и Казахстана, где мы презентовали молодежи России, какие-то возможности обучаться не только в России, но и в России качественное образование хорошее. Такая практика у нас ведется уже давно, насколько я знаю, такие выставки мы проводили в других странах, но вот в России она была такая впервые вроде, и такие хорошие, горячие воду это все устранило. Также наряду с нашим университетом презентовали наш центр международных программ в казахской диаспоре, потому что на приграничье в основном особое внимание привлекло к встрече наших диаспор в казахске. Многие первый раз узнали об урушательных в отдаленных селах российских, и для них это было очень интересно, многие захотели тоже попробовать себя, ну да, они уже многие стали планировать, может быть, получить констатус, революционер, потому что все равно диаспора, она, видите, мы приграничное государство, и все равно какие-то связи с казахстаном у многих казахских российских семей имеются, и многие даже в перспективе рассматривают свое будущее в нашей стране, изучают наш опыт, какие возможности есть у нас именно по образованию, для них это для них это было очень приятно, значит, такое внимание молодежи у нас есть так, придается такое внимание, и многие даже захотели обучаться именно в казахстанском университетах, по следующему, после бакалавриата на магистратуру поступить именно по нашей стипендии в Ушак, да, где-то еще дальше в Ураги-жан, поэтому, да, многие просили контакты наши, у нас есть свой сайт в Ушак, есть у нас в соцсетях много, можно найти в Facebook, Instagram, везде, информация у нас довольно обширная, многие наши менеджеры проводили, помню, прямые эфиры, рассказывали про свои страны, где можно обучаться, какая возможность, какие документы необходимо собрать, какие условия, родители часто звонят даже местных, граждане в России, хоть объясняют, что это такая у нас направленность, такая цель, какая у нас есть. И в целом это очень понравилось, как я понял, местным жителям, и они увидели, какое у нас действительно образование, какие университеты есть, какие возможности потом открываются, какие возможности, что наши дипломы признаются в Европе. И знаете, Асхат, мне кажется, что здесь то, что вы ездили по приграничным этим провинциальным городам, селам и так далее, то, что вы сам лично с ними встречались и так далее, это такую важную роль играет, что они вот видят живого человека и могут спросить мнения, советы и так далее. То есть это такая тоже очень важная часть вашей работы. Да, конечно. Я очень рада, что вы рассказали именно это. Конечно. И вот поскольку уже мы затронули эту тему, как какие-то международные договоры о сотрудничестве, меморандуме и так далее, насколько популярны вообще студенты Балашака в западных и в российских вузах. По новым правилам, которые недавно были утверждены абитуриенты, должны быть все самостоятельно поступившими в вузы за рубежом. И поэтому, ну, кроме ребят из сельской местности, и я хотела просто узнать собирателю информацию или как-то систематизировать эту информацию. Помогаете там case by case по поводу того, чего ожидают, например, университеты, graduate schools, куда поступают наши абитуриенты, которые хотят потом получить стипендию в Балашак. Чего ожидают приемные комиссии. Вот какие-то такие общую динамику вообще, тренды и так далее. Поскольку вы находите здесь, вы держите руку на пульсе, и вы постоянно в ВКонтакте с сотрудниками университетов, сотрудниками кафедр и факультетов и так далее. И как бы у вас такая информация из первых рук. Помогаете ли вы так абитуриентам, тем ребятам, кто хотят попасть на учебу? Можно я отвечу. Моя очередь тут не барабан, так сказать, да. В пользу случаям я бы хотел комплексно более ответить. Это очень такие важные вопросы были подняты на самом деле по такому, так сказать, помощи абитуриентов, профориентация. Да, это очень важный аспект становления профессионала, чтобы человек знал осознанно, куда он идет, знал, зачем он идет в этот той или иной ВУЗ. Но опять-таки это достигается опять развитием контактов, профессиональных связей, нетворкингом с местным академическим программом. Также у нас это и есть в наших задачах, функциональных обязанностях, развитие внешней связи через поиск и привлечение новых партнеров, зарубежных партнеров. Также это информационно-поисковая и аналитическая работа, то есть мы постоянно проводим мониторинг, постоянно отслеживаем новые тренды, постоянно смотрим на те же самые особенность американского рынка образования в частности это очень большой это очень конкуратная среда. То есть откуда вообще пошло сейчас что нас спасает это онлайн образование, да, это американский продукт, который здесь был в большем месте внедрен, это опять деление на вот это вот мы сейчас на уровне обсуждается это все и мы я считаю идем передовым путем, то есть передовым путем принимаем это лиги вузов, то есть здесь есть свои лиги community colleges, private public schools, на любой буквально карман, есть кластеры вуз, как я заметил, это калифорнийская система, техасская система, есть специализация, да, университет сильный в точных науках, сильный в liberal arts, да, в гуманитарных, то есть здесь буквально такая, так сказать, я сам в психического вуза скажу, что такой термин, многомерная матрица предложений, то есть среди вузов, то есть на любой буквально вкусный цвет и надо всегда держать руку на пульсе, надо всегда владеть информацией, быть компетентным, чтобы, по крайней мере, отличать, да, действительно хорошие программы, хорошие вузы от тех, кто, так сказать, не стоит своих детек, потому что, как мы знаем, образование в США, оно очень дорогое, конечно, стоит своих детек, но оно очень дорогое, не только за счет самой стоимости образования, да, но и стоимости проживания в стране, да, то есть проживание, это программа Балашак прокрывает практически все расходы, да, то есть в этом плане это уникальная программа, то, что мне и признавали даже коллеги, так сказать, из стран Персидского залива, то есть некоторые вещи даже они не покрывают, покрывают Балашак, да, в этом плане, насколько я знаю, ближайшая по стоимости это образование в Швейцарии, то есть, да, ну, Швейцария это небольшая цена по сравнению с Соединенными Штатами и очень представительная часть именно стипендиатов едет в США и вполне объективно и осознанно, так как, опять, как я заметил, здесь есть Силиконовая долина, то есть здесь именно изобрали Apple, да, iPhone, Apple, здесь Microsoft, здесь Facebook, то есть эти все тренды отсюда все экономики в право, то есть здесь непосредственно все вот самый передовой внедряется потом во всем мире практически здесь происходит, но мы тоже проводим аналитическую работу сейчас страны Азиатско-Корианского региона подтягиваются, да, то же самое Китай, то же самое Южная Корея, она в рейтингах наступает на 5, так сказать, американским вузам, но опять-таки в этом надо все в этом это все надо знать и это достигается путем наработки профессиональных связей, мы эти профессиональные связи капитализируем и потом реализуем в виде более так оптимизации наших списков, наших программ, списков вузов сейчас каждый год мы что-то добавляем, что-то убираем, то есть мы делаем так, чтобы наши стипендиаты, они закончили самые лучшие вузы, вузы самые лучшие программы были выпускниками, потому что мы имели самых передовых специалистов, также мы реализуем наши связи путем развития казахстанско-американских совместных проектов образовательных между двумя нашими странами, между Казахстаном и США, в этом также нам садись оказывают наши партнеры, активно очень в этом работает на это направление поляризации, английского языка образования, это коллеги посольств США в Казахстане, да, также American Council, Education VSA, которые есть филиалы в Казахстане, есть такая еще организация, называется Институт международного образования, вот, мы в 2018 году заключили меморандум, потому что у них большой опыт, большой опыт и большой IAE, да, IAE, IAE, кстати, является администратором Fullbright, да, и всю статистику по международному образованию в США готовит именно IAE, то есть отличная статистика, у них аналитика, у них портфолио проектов, то есть колоссальное, нам только надо выбрать строительное направление. здесь в Вашинглоне в офисе, который администрирует Fullbright, работает тоже казашка одна, так что казахи везде, это так, к слову, но она... Я знаю, я, кажется, знаю, о ком вы говорите, но вот видите, если не ошибаюсь, она выпускница Бошак, да? Честно, я не знаю, она женщина такая в возрасте уже, я не знаю. А, в возрасте, значит, нет, 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 я ошибаюсь. Ну, значит, две. Еще выше, значит, две, видите, у нас востребованы, востребованы даже здесь на... Ну, я... Мне кажется, что важный момент вот в той работе, в которой вы описали, это то, что эта работа continuous, она бесконечная, то есть постоянно какие-то новые тренды, чего-то новое появляется, страны конкурируют друг с другом, и, ну, обязательно нужно, чтобы это постоянно работа происходила. Это не то, что там сегодня вы сделали это, и все, и там, и можно расслабиться. Это как бы ежедневная работа. Да, и вот хотел бы на живом примере, в феврале месяце была конференция большая, здесь представитель конференции AIEA, это получается именно все администраторы, все топ-менеджменты всех вузов, она очень здесь ценится в этих узких профессиональных кругах, она проходила в Вашингтоне, в том году она проходила, если не ошибаюсь, в Сан-Франциско, участвовали наши вузы, участвовали представители, делегация была тогда с МОН, и в этом году, тоже в феврале, вот, непосредственно наша делегация приняла участие. Хочу отметить, что вообще сам профессиональный уровень, делегация была профессионально очень высоко, на уровне ректоров, на уровне руководителей, на уровне руководителей, если я говорю, МОН, то есть, высокопрофессиональные были делегаты все, это не мои слова, я буду немного, наверное, в этом понять, субъективнее, если буду о коллегах отзываться, это слова непосредственно американских коллег, которые сопровождали нашу делегацию, вот, и были такие высказанные мнения, что наша колоссанская делегация, вот, она показывает вот такие вот, такой прогресс, то есть, да, вузы, вот, если не ошибаюсь, там была делегация, были представители руководства полгарства, вуза, государственного вуза, потом Есенов был университет, вот, Каргату был, то есть, был такой, были разные профили университеты, но взглядая на них, я американской делегации предложил, чтобы в следующий раз колоссанская делегация именно заявила спикеров на нашей конференции, чтобы, да, ее послушали, их опыт, наш опыт, соответственно, послушали иностранные участники, послушали местные, местные именно стейхолдер, да, как говорят здесь, да, управленцы, и, ну, хочу тоже сделать такую ретроспективу, до этого красавица делегация участвовала смежная МОН, и, ну, я, соответственно, как имеющий непосредственное отношение к сфере образования, к высшему образованию сопровождал всегда, везде, мне было очень приятно, когда я смог поделиться своими контактами, и эти контакты выливались в какое-то сотрудничество, да, дальше, вот, до этого наша делегация участвовала в таких известных международных выступах, как НАВСА, ТИСОЛ, эта вот вся работа ведется, и также особая моя, так сказать, наша гордость работы, в том году мы провели работу хорошую, так и по по выделению нашим партнерным вузами скидок для степенятов БОЛОША, то есть, да, ряд достаточно таких известных вузов выделили скидок в том или ином размере для степенятов БОЛОША, то есть выявляли наш переговор от, и также один из местных вузов американских выделил шесть грантов, полных грантов, по которым мы провели полностью транспарентный открытый конкурс, и сейчас обучаются вот именно там, если не ошибаюсь, по семьям абсолютно один грант не получился реализовать, потому что стипендиат по семьям не смог выехать, но пять человек сейчас из числа нашей талантливой молодежи обучаются, это как представители IT, то есть программ, так и делового администрирования, то есть мы как можем максимально реализуем наши наработанные связи здесь, и хотел бы отметить, то есть здесь также такая вот работа, такой трафик с двусторонним движением, также мы как популяризация казахстанского образования, также мы популяризируем ее через нашу программу, которую мы реализуем, GoNomots, GoNomots, что мы находим здесь понимаете, поиском волонтеров, волонтеров, которые выезжают в Казахстан для работы ассистентами преподавателя английского языка, чтобы наши вузы, чтобы наши студенты могли закрепить свои навыки английского языка непосредственно к да, с носителем, живой английский, как как говорится, и мы направили уже за время реализации уже довольно-таки ряд хороших кандидатов, даже один раз это вылилось нечто большее, один из Казахстанских вузов непосредственно проинтервью предложил нами кандидата, сразу предложил фулл-тайм, полный рабочий день на контракте и специалист уже работал как не волонтера, как уже сотрудник вуза, то есть это процесс не только популяризации, это процесс можно так называть интернациализации нашего развития, и глобализации в том числе, потому что не только обмен студентов, так же происходит обмен такой вот профессорской состава, что я считаю это тоже еще более полезным, потому что студенты, отучился, есть такое понятие здесь и в Штатах, и у нас оно сейчас реализуется, на 21-й период когда ровесники на своем уровне они друг друга обучают, обогащают в плане языка, в плане культуры, но также когда это происходит все в профессиональном комьюнити, в сообществе, это придется бесценный профессиональный опыт и подходы для этого, то есть передача знаний. В этом направлении также работа ведется. Да, это так классно, я помню, как вы тогда, я не знаю, еще пару лет назад мы с вами разговаривали об этом, вы рассказывали, что начинается эта программа, и честно говоря, я хотела, например, своим опытом поделиться, когда начался этот ковид, и школы у нас закрыли, у меня сыну 16 лет, он учится в 10-м классе, и он начал онлайн, потому что все экстракюрикулер активити недоступны, ничего не работает, все сидят дома, и он начал онлайн English Speaking Club тоже для наших казахстанских детей, там у них небольшая группа, постоянная, такая постоянная состав, и ребята наши из Казахстана, он собрал здесь пару друзей, которые тоже русскоязычные, англоязычные, и они встречаются каждую неделю, там что-то читают, какие-то новости обсуждают, что-то смотрят вместе, вот, и мне кажется, что да, вот этот peer-to-peer learning, это такая очень актуальная вещь для любого возраста, как бы на любом уровне, лишь бы была инициатива, и классно, что у вас это так системно происходит, что даже вам человек себе взял работу на шоу. Более того, он нашел друзей своих, да, у нас, я всегда говорю, что самое ценное в нашей стране это не наши богатые ресурсы, нефть, уран, газ, это наши люди, да, самая ценность, и люди приезжают, и действительно, они после этого проделяют такую же точку времени, то, что я говорю, в Казахстане, по-особенному теплая, теплая обстановка, по-особенному такая, есть такая, природная толерантность такая, да, ко всему в этом плане, вера, это язык, в том числе, наоборот, у нас иностранцы, это, мне кажется, купаются в таком хорошем внимании, и поэтому, вот у меня недавно я встретил, оторвусь, уже от темы, встретил одного американца, который приезжал в Казахстан, как представитель, да, как волонтер по образованию, и когда он женился, он привез свою жену знакомить с Хос-фэмили, да, с той семьей, которая его приняла 15 лет назад, то есть, какая связь это образовалась, да, у нас, это вот партизирует наше общество, на самом деле. Правда, абсолютно. Ну, и поскольку ковид, это такая горячая тема, и все хотят об этом услышать, вот буквально в марте у меня тоже гостила Даша, наша Андрейченко, наша казахстанка, которая учится в Дюке по стипендии фонда Билла Эмилины Гейс, она такая очень известная девочка, но она не была шокер, потому что она бакалавр еще, вот, и она как раз в тот момент, когда вот это все начало закрываться, была здесь у меня в Вашингтоне, потому что у них были каникулы, и ей буквально дали два дня на то, чтобы собраться, собрать все свои вещи, покинуть кампус, улететь, но поскольку она по стипендии, ей стипендия покупала билеты, как-то у нее в этом плане было все организовано, она просто поехала и все, улетела в Казахстан, и, ну, для всех же было так неожиданно, всем надо было покидать, в том числе магистрантам, там, и PHD-шникам, кто с семьями, кто не с семьями, и я знаю, какую вы работу проводили, мне кажется, что всем людям, которые нас слушают и смотрят, будет очень интересно услышать вообще, что это такое было, что вы делали, какие были потребности у студентов, продолжается ли это до сих пор вообще, что это такое вот было и как вы работали? Кто хотите начинать? Коллега, где раньше началась, начался карантин? Ну, знаете, этот период, это был конец марта, это вот, когда вот пошло именно такое активное распространение, да, вот от КВИ по всему миру, это затронуло, если честно, одновременно практически сразу основные страны, где обучаются вот наши, стипендиаты Соединенных Штатов, Великобритания, страны Европы, в том числе и России, но если коснуться так поглубже, как проходил вообще так называемая эвакуация отдельных наших стипендиатов, то это действительно была проделана такая объемная работа, отдельно хотел бы тоже поблагодарить наши депутаты средства, зарубежного консульства, которые пошли нам навстречу, оперативно включали списки наших стипендиатов, чтобы могли они спокойно пересечить границу в транзитные зоны, потому что если коснуться России, то, например, здесь студенты, которые летели со Штатов, с Европы, они транзитом через Москву многие пролетали, а уже к тому времени воздушное пространство уже между странами закрывалось, многие аэропорта в местной именно Москве тоже были закрыты, и получается, если, например, борт прилетал в Шереметьево, то вылетать они должны дружить совсем другого аэропорта, как Домодирова. Это, знаете, когда аэропорт выкрылся, получается, у тебя по-клюшски нет аэропорта. Ну, физически, ты не можешь никак покинуть аэропорт, и в этом случае подключались наши туристические создания, тоже организовали встречу, получается, автобусы, и чтобы, ну, как можно более оперативно можно было приобрететься и вылететься ворота на нашу родину. Мы, у нас такое взаимодействие организовалось тесно между представительствами в Великобритании, Вашингтоне, мы, если узнавали благовременно, узнавали, кто собирается покидать страну, обучение, как можно это более сделать грамотно. Коллеги наши с Центрами программ прорабатывали маршруты максимально комфортные, максимально удобные, потому что я знаю, многие в Штатах с других, например, с Ападной побережью вылетали, да, с Восточной, с Нью-Йорк, оттуда вылетали, поэтому для них тоже вот эти все маршруты прорабатывались. Через Москву прилетело тоже достаточное количество стипендиатов, знаете, если рейс прилетает с утра, а вылетает только глубокой ночью, это такой большой стресс, абсолютно для семейных ребят, поэтому старались как-то помочь, где-то там продукты купить, передать через наши посольства, потому что доступ в аэропорт будет закрыт для всех. Вот, в этом случае тоже, да, приходилось где-то рано в 4-5 утра вставать, готовиться у Папет, идти в посольство, передавать, просить, чтобы наши стипендиатам как-то более комфортно немножко передали, потому что я знаю, многие грудные дети, малолетние, это такой стресс, потому что еще это такая новая неизведанная болезнь, кто-нибудь знает, маяться, как-то в тот период мимитик был такой именно на аэропортах, самолетах в основном люди могли заболеть. Но, слава богу, у нас таких случаев не было в данный период. Да. В Штатах, я знаю, тоже, вот, Олеги провел достаточно объемную работу, передавал мне списки ребят, кто собирается через Москву лететь, чтобы можно было здесь оперативно тоже способственно проработать, можно было перевезти автобусы, в Казахстан, минимизировать риски, чтобы просто остаться в транзитной зоне и, например, самолет отмениться и сегодня, например, зависли где-то. Чтобы такого не было, да, практически вот центр, наш центр, в городе по крайней мере, до сих пор есть оперативный штаб, и на тот период, когда максимально был большой такой транзит, поток именно желающих вернуться, получается, подготавливались списки желающих, кто хочет вернуться, каждому приходилось по 100 номеров обзвания, да, и чтобы получить подтверждение, кто как собирается уехать. Отменились рейсы, нужно как-то добираться в поддержке посольства. Посольство наше получилось организовать автобусы, у них ребята уезжали, да. Ну, сейчас, слава богу, тенденция такая идет к улучшению, если посмотреть средства массовой информации, то немножко устабилизировать ситуацию, уже зараженный хрон не так по сравнению с проверяемыми, да, по 24-х и тех, сколько выявляется, тенденция такая очень позитивная сейчас, и даже вот, я, может быть, если открою верницу, у нас сейчас для последнего периода, если ребята заканчивают обучение, да, и тоже только вопрос, если они повернутся домой, в условиях, когда рейсов практически нету. В этом случае тоже могут взаимодействовать очень тесно с машинами и присоедствиями, они организовывают репатриационные рейсы под каким-то датам и заранее поработан, чтобы можно было их включить, чтобы они смогли, ну, как можно, комфортные себя даты покинуть, ну, вернуться на родину к себе. Инстантно, да, поэтому, такая работа, она до сих пор ведется сейчас, вот, буквально, на днях, наша студентка с Москвы улетела, тоже был репатриационный рейс, примерно такой анонс бывает, раз в неделю где-то один рейс, заранее, там, получается, узнаем, консультируемся с ребятами, где-то встретились с нашим центром, если есть транзит, какие-то, может быть, рейсы, что-то можно исключить и как можно использовать это. Да, спасибо вам за вашу работу, это просто нон-стоп, в такой ситуации форс-мажорной, конечно, большое счастье, что вы там находитесь на месте и делаете это, потому что технологии, технологиями онлайн это онлайн, но все равно в таких ситуациях, конечно, человеческое вот это вот участие, там, вставать в 5 утра и собирать продукты и так далее, с кем-то договариваться, знать специфику страны, у всех своя специфика, это, конечно, ну, невозможно ничем заменить. А любви, а как в Штатах было? Асхат все правильно сказал, когда специфика именно наших действий в этих непростых ситуациях, которые развивались стремительно на самом деле, то есть я, как сказал, в феврале приехала делегация представительная, да, вот, я буквально обсудил планы, планы на дальнейшее взаимодействие, дальнейшие шаги в рамках развития как разогрессионного образования, я не сомневаюсь, что они будут реализованы, в принципе, ситуация в любом случае идет, она стабилизируется и будет, мне кажется, так сказать, также опять светлые дни, ясное небо, оно будет, оно уже потихонечку вот отсвечивается, так сказать, поэтому у меня и у моих коллег в этом плане оптимистический настрой, и у большинства степеней также, которые находятся в Казахстане и здесь, но это было комплексное действие, на самом деле координационное действие, то есть мы так как да, были наиболее тяжелый такой период был, когда это все начиналось и практически многие авиакомпании прекратили, проостановили перелеты международные практически, да, и степенят те, которые уже должны были возвращаться, то есть они у них в этом плане было затруднительное положение, те, кто озаботился, так бы решил, так сказать, решил выбрать наиболее безопасный вариант это возвращение на родину, домой, да, в семьи, они также озаботились вылетом, не все успели, в этом плане были организованы правительством, были организованы специальные репатриационные рейсы, да, то есть нерегулярно, то есть основные города были транзитные, это Амстадам, это Франкфурт, пролетали, пролетали в Атрау, пролетали в Уральск, то есть два города были определены, это была комплексная работа, то есть все в этом участвовали, большая работа была огромная, проведена дипломатами, как в странах, откуда наши граждане вылетали, так и транзит на странах, потому что были, есть визовые определенные нюансы, да, которые надо было из-за таких ситуаций быстро решать, есть, я знаю, как и в Нью-Йорке, как и в транзитных городах, в Амстадаме, везде дижеволе, везде были в оборудовании дижеволе, ну, я так понимаю, граждане наши, они, Казахстан, чушили везде поддержку, ну, и мы, в том числе, как центр международного программа представителей носили свою скромную лепту, да, в этот процесс. Я не могу сказать, что сильно скромно, если честно. Ну, самое главное, это то, что я хочу отметить, это была организована экстренная связь, да, как и в нашей серии, все учреждения, которые были задействованы в наших поэпатриархах, гражданах, которые сейчас за рубежом, были использованы все практически платформы, это группы в WhatsApp, группы в Telegram, это личные телефоны, имейлы, то есть все, что можно было, мы полностью подключили, полностью это, активизировали. В этом плане хочу отметить определенную роль президента Центра международных программ Бород Карлзовой лично во всех руках присутствует, со всеми на связи, все степени надо было подтвердить, то, что можно всегда обратиться и как бы как бы не получить с ее стороны вот такую вот помощь в этом плане. Это большой пример для нас, для всех сотрудников реакции, реакции, как я сказал, это правило получаться, что надо в таких ситуациях, они требуют перетолгать меры какой-либо реакции, да, и бывает такая реакция нужна в плане морального, психологического характера, потому что стрессовая ситуация, особенно в моей практике такая группа риска это слабый пол, который все-таки дети, дети, нам, мужчинам, как-то в этом плане, в этом легче, но потому что мы, у нас нет таких вот инстинктов, таких сильных, как материнские инстинкты, это физиология, на самом деле, у некоторых есть были по двое, по трое детей, некоторые грудные дети были, и на первых порах, когда везде все информационное поле было заполнено этими такими алармистскими материалами, это сейчас более-менее здесь есть экспертный экспертный расклад, как как можно, как он передается, как он не передается, первые в этом плане сыграли такую свою лепту внесли журналисты, такой синтезонализм был, то есть еще даже сами медицинские специалисты не понимали способы передачи, и помните, был на начальном этапе в Нью-Йорке каждые два часа протирали все металлические изделия антисептиком, то есть это Нью-Йорк, это то есть надо понимать, что станции метро в Нью-Йорке, они они уходят даже в Нью-Джерси, то есть даже больше, чем город, 15 миллионов, Нью-Йорк, то есть такие были везде такие меры масштабные, всеобъемлющие, и, конечно, в этом плане то есть любой такой признак, такой кашель, температура, рассматривался даже в моей семье, мы ходили на друг друга, если оборачивались, да, если мой сын там чихнет, я уже немножечко в сторонку остальных детей, да, в этом плане просто, и в том числе звонили мне, спрашивали, что делать, потому что есть самоизоляция, врачи говорили, что сидите дома, самоизолируйтесь, но потом, главное, это главное снять стрессу в обстановку, мы действовали согласно общепринятым инструкциям, да, и вроде бы до каких-то панических атак не дошло, все эти первые дни переждали, хоть и были такие моменты, где были эмоции, но все прошли, в том числе наши стипендиаты с достоинством этот период, в США, в Канаде. И уже доучились потом онлайн, правильно? Да, вот, и я хочу также, да, я хочу вот также отметить эту часть, что вообще, как я сказал, было несколько подходов, то есть есть у стипендиатов те, кто решил вернуться, сказал, санта, такой наиболее безопасный такой вариант, ну, дом это всегда синоним безопасность, безопасность, да, у каждого человека, это психология вообще, но есть те, кто по стипендиатам, кто решил ввиду логистических затруднений, потому что, как мы знаем, все-таки эта вот часть, то есть магистранты, докторанты, это, как правило, люди семейные, семейные люди, у которых есть сопровождающие близкие родственники, в виде семьи, в виде членов семьи. Им, конечно, в этом плане мобилизоваться было затруднительней, и они приняли решение, ввиду еще отсутствия трейсов, переезжать это в сравнение обучения. И я хочу сказать, что Центр международной программой, в том числе Министерство обороны науки, подошло очень в этом плане понимающий, гибкий, гибко, было изменение в приказ, что были созданы условия для дальнейшего в этих условиях проживания таких вот стипендиатов с их семьей в странах обучения. Да, вот, два было подхода. Потом более-менее наладилось именно авиасообщение ввиду спецрейсов, ввиду уже спецрейсов уже вылетали довольно часто. В этом плане хочу отметить оперативное информационное сопровождение и освещение этих спецрейсов со стороны как бы всех, в том числе, в первую очередь и конские сотрудники, да, в странах обучения стипендиатов размещали на имеющихся информационных платформах всю информацию по спецрейсам, всю информацию имеющуюся про визовые вопросы, да, которые могут с нами столкнуться. Также были столкнулись стипендиаты столкнулись с такой проблемой, как есть своеобразный механизм, вообще даже не механизм, арендное отношение в США, то есть там есть определенные сроки обязательные, которые аренда арендатор должен соблюдать, и если он не соблюдает, определенные шрафные санкты следуют, в этом плане Центр Межэм Прорам снабдил стипендиатов письменных адресов посольства снабдила письменных адресов к арендаторам. Я лично были случаи звонил арендаторам, то есть ввел переговоры, вот, но хочу отметить то, что в США все более, так сказать, прагматично, деловито, это в этом плане как бы так сказать, такого сильного эффекта не было, но были довольно-таки были моменты, когда арендаторы шли на встречу, освобождали от каких-то, там потом довольно-таки не один штраф, а даже несколько, да, есть депозит, освобождали от каких-либо там обременений в инвестиционном характере. Ну, были в Канаде случаи, когда арендатор шел на встречу и полностью без никаких вопросов входил в положение студента, когда мы после переселения такого письма, вот, либо наоборот, когда студенты съезжали более выгодные, да, то есть в текущих условиях жилье, то есть тоже такие, такая вот такая официальная поддержка, она способствовала, так сказать, улучшению, да, таких вот условий в их положении. Потом, как Асхат отметил, было оперативное сопровождение списков вылетающих, потому что помимо того, что мы всем приобретали билеты, да, в оперативном порядке, у нас есть в центре программы есть авиаагент, который в зависимости от доступности рейсов, в зависимости от предпочтений даже стипендиатов, потому что есть разные маршруты, то есть стипендиаты не только вылетают с таких вот крупных международных транспортных хабов, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, также есть стипендиаты, которые обучаются в небольших городках, по мере возможности мы максимально старались всех, никого не оставить, всем обеспечить безопасно и более безопасный выезд, но так сложилось, что не только все было заморожено, не только, но еще и, как известно, внутренние авиарейсы на какой-то момент, на какой-то период прекратили вообще работу в США, то есть у меня даже было я был немножечко в шаге уже от того, чтобы такой эвакуационный дорожный трип делать через Штаты, чтобы некоторых стипендиатов вызвали и довести до больших хабов, но опять-таки хочу также быть объективным, что у многих стипендиаты вылетели многие стипендиаты, вот сейчас, допустим, если у нас где-то в среднем количество 400-500 человек, то есть в результате наших репатриационных действий, действий в том числе и не получился учреждение национальное пребывание, то есть это количество снижается сейчас 200, то есть в два раза снизилось, то есть это те лица, которые вылетели, покинули вот это странное обучение, в том числе и по завершению своего обучения, в том числе на каникулы в результате таких вот слаженных действий представителей, слаженных действий диплометических учреждений, слаженных действий принимающих служб, потому что мне неизвестно ни одного случая, когда наши стипендиаты как бы непосредственно столкнулись с ковидом на практике, то есть у всех таких случаев нет, то есть кто вернулся, были все приприняты меры, карантинные меры, анализ был, то есть на ковид, все уже вернулись и кто вылетел и через время, через такой карантинный период вернулись успешно к себе, к себе домой и продолжили и продолжили но есть были отдельные спины, которые абсолютно безопасны таких, пересадка, то есть но опять-таки кто мы постарались максимально подойти в индивидуальные порядки, подойти близко к этому вопросу, то есть приобретались авиабилеты, наша была задача такая, если человек завершил свое обучение согласно индивидуально учебному плану, мы заинтересованы обеспечить ему выезд в кратчайшие сроки, в том числе принимаем внимание вопросы безопасности и здоровья. У нас понимаем внимание то, что многие стипендиаты приняли решение изначально взять с собой сопровожающих лиц в виде близких родственников. Конечно, этот вопрос, то есть они не могли быстро мобилизоваться. Ну да. В некоторых, да, в некоторых ситуациях мы старались максимально подойти, чтобы это было комфортно и есть истребования, да, согласно договорным условиям стипендиат по завершению обучения должен вернуться к народу в течение 15 дней. Но принимая во внимание на тот момент форс-мажор обстоятельства, вот именно форс-мажор обстоятельства и были приняты все в мире вплоть до внесения изменений в приказ, не говоря о таком понимающем подходе со стороны прогресса со стороны по срокам возвращения. Но сейчас я и мой коллега отметил, наблюдается стабилизация ситуации, наблюдается то, что спецрейсы уже, если не ошибаюсь, в этом месте июня было во Франбул и в Амстердам было целый ряд этих рейсов. То есть можно сказать, что авиасообщение налажено и уже ситуация входит в свое русло. Главное, мы прошли этот пик, мы с ним справились, мы продемонстрировали то, что мы можем работать скоординированно, то, что несмотря на масштабы стран, где обучаются наши стипендиаты, в принципе, да, были какие-то шероховатости, были какие-то, вот, я сказал, даже не по нашей вине, потому что прекратилось любое транспортное сообщение, то есть надо было что-то делать, как-то были разные моменты, даже мы испытали, даже, даже, да, по внутренним переведениям мы приобретали авиабилеты, то есть чтобы из одной страны США в другую, потому что из одного города в другой, потому что занимает это иногда, допустим, между Лос-Анджелесом и Вашингтоном пять часов полета, то есть это всю Европу может пересечь за ну а масштабы огромные, конечно, масштабы у Асхата также, это Россия, это одна шестая часть суши, то есть такой вот хороший опыт на самом деле, да, есть такое выражение опыт хорошего учительного берет, только дорого, да, мы в этом плане не знаю, мне кажется, вы отлично справились, потому что это неожиданное, ну правда, я слышала отзывы просто от студентов, насколько им помогали и искренне, по-человечески и профессионально, и я думаю, что это сейчас заслужило. На самом деле, да, на самом деле, я хочу отметить работу моих коллег в Нур-Султане, которые, я вот сам удивлялся, у нас разница водительствов, и я продолжаю, то есть я нахожусь в световом периоде суток, они до сих пор пишут, на WhatsApp проводят такие вот совещания в группах, как ищут оптимальные пути, ищут оптимальные рейсы, проблемы с багажом бывали у стипендиатов, да, которые вот, то есть они это держали вплоть до таких вещей, нюансов, то есть это продолжало буквально два месяца, можно сказать, такого острая фаза такая, Ну вот опять-таки это сочетание и профессионализма, и человеческого участия, без этого никак, когда вот работаешь людьми, да. Это самое главное, когда есть человеческое участие, это когда можно у каждого стипендиата есть свой куратор, да, и когда он полностью заинтересован в твоем безопасном возвращении, чтобы ты в целости, в сохранности, в том числе и со своими личными вещами, так как у меня коллеги звонили, по их времени это было 4 утра, звонили, спрашивали, интересовались в целостности ли вещи, потому что люди выезжают семьями, то есть в этих вещах есть необходимые, необходимые, и все. Их много, люди здесь живут год, два. Да, в этой деятельности не было малозначительных деталей, все было важно, все было важно вплоть до того, что я Асхату передавал список тех лиц, которые вылетали, стипендиатов, он, несмотря на время суток, выезжал в аэропорт с продуктами, да, с водой, с какой-то едой, чтобы, во-первых, просто назвать моральную поддержку, во-первых, вторую, тоже в период такого перелета, когда ничего не работает, не все кафе, все дути-фри закрыты, тоже просто по-человечески поддержать в виде форсаков, цурпы, бешпарманов. Ну, это уже набор, это очень дивоскат. И тогда последний вопрос задам, тоже связано с ковидом, с вашей огромной работой, которую вы проделали, что вообще ожидается с американскими, с российскими вузами в сентябре, в октябре, когда учеба начнется, новый учебный год, что опять онлайн, как будут студенты приезжать, какие-то университеты уже что-то объявили, или они там play by the ear, непонятно все, что происходит. Вы же отслеживаете как-то ситуацию, дайте, пожалуйста, такой брифинг небольшой. Ну, знаете, этот вопрос довольно сложный. Я его поэтому оставила напоследок. Как вы видите, вообще с приходом вот этого вот этой инфекции очень много прогнозов начинается. от начала того, когда это все закончится, там уже математические подходы уже говорят, там компьютер уже смотрит на какую-то тенденцию и дает какой-то соглас. Но, как таково, сейчас четкого графика нет, что 1 сентября все ребята уже сядут за партнер. По предварительной оценке высшего образования России и науки России, то учеба должна начаться в 1 сентябре и уже она должна начаться. А в каком формате она будет? Он удален, дистанционный либо очный? Возможно, даже комбинирован какого-то будет, потому что какие-то предметы невозможно заменить дистанционным обучением, все же самые специальные работа в лабораториях может в этом плане будет послабление и ребят допустят к такому обучению. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на тот период на начало обучения, потому что сейчас пока все еще продолжается дистанционное обучение, но с учетом такой поистивной динамики к сентябрю возможно немножко получше станет кросс границы я думаю что учеба должна нормализоваться как-то потому что здесь уже разговоры идут, что вакцина в России практически ряда не готова. Ну это все должно как-то какой информационный план сказаться и на образовании, потому что знаете это все подача информации у гурналистов тоже, как коллега отметил, когда такое на ментеем идет и соответственно органы какие-то занимают более жесткие радикальные реалии. Сейчас если так анализируют, то в целом идет такая тенденция более геополитивная и я надеюсь, что в сентябре уже ребята смогут более-менее полноценно учиться. Ну вы в общем в этом году без отпуска? Ну пока да, в оперативном режиме. Да, приходится. Ну ничего, выглядело. Спасибо вам за это. А как в Штатах Олимпий? Ну в Штатах примерно так же? Я надеюсь на у меня оптимистичный парамет более-менее да, и соответственно предполагающего отпуска. Я шучу, конечно, если будет необходимость, конечно, мы готовы. Мы работали 24 часа в сутки на протяжении двух месяцев, мы ничего нам не стоит, мы уже привыкли как работать. Но университеты дают какой-то да? Да, на самом деле ситуация, как ответил Асхат и на этом, в этом конце света полушарии неоднозначная. Здесь, так как знаменитая американская академическая и административная независимость, то есть каждый вуз, он решает самостоятельно, каждая школа даже решает самостоятельно. Опять-таки здесь, как я отметил, ну, это первая ситуация, все-таки вузы, администрация вузов хочет проявлять такую осторожную позицию, она ждет решения местных властей, то есть рекомендации и более того, вузы разделились на лагеря, те, кто, то есть на несколько подходов, такой более осторожный подход, кто хочет вначале, допустим, были, вот, допустим, были сообщения, что Бостонский университет, он как один из тех, кто полностью ушел в онлайн дистанционную форму, он были, он официально объявился, скорее всего, начнет откроет свои двери, то есть возобновит работу в нормальном режиме в январе, с 1 января следующего года, но опять сейчас опять меняется, потому что меняет ситуация, меняются прогнозы эксперты в сфере медицины, потому что эти прогнозы не именно академические круги, так сказать, экспертные в сфере медицины, и поэтому будут, соответственно, подстраиваться, но опять-таки есть, допустим, сеть системы Калифорниевских университетов, она сказала, что она будет до конца года все проводить онлайн, есть Гаскола право тоже, по-моему, явилось да, да, те, ну, надо предполагать сейчас, ресторанч очаг, то есть Калифорния, это был Калифорния, штат Вашингтон, то есть западный греш, это было первыми очагами такими крупными коронавирусом, сейчас этот очаг переместился, закономерно переместился по идее на нее, то есть это город практически самым плотным населением, самым плотным населением, и поэтому в тех краях есть такой максимально сложный подход, но и там, допустим, есть исключение, то есть Северкутский университет, он частично в августе сказал, откроется, начал работу именно аудиторию на занятии, но опять-таки в возобновлении работы есть такие, есть такие, так сказать, оговорки, то есть что это означает, означает переход от чисто дистанционной формы, который был экстремен, экстренный режим, потому что все-таки если, это не является секретом, и везде это обсуждается, и один из таких горячих тем, это то, что на самом деле дистанционная форма обучения, она не не может полностью заменить то качество личного присутствия аудиторного обучения по многим объективным факторам, и поэтому многие вузы, вы бы говоря, они начали терять деньги, то есть люди опьяняют свои планы по учебе в следующем году, да, потом также иностранные студенты, потому что я считаю, что для иностранных студентов вообще ситуация такая, так сказать, тривиальная, потому что для того, чтобы находиться в легальном статусе иностранного студента, то есть иметь форму, то есть I-20, то есть она только выдается студентам диноза формы, то есть он кампус. Соответственно, для этого сделали, американские вузы сделали исключение, они взимают плату как он кампус, но фактически это онлайн, то есть заочники для тех самых, и поэтому у них в принципе объективно есть в этом плане. В общем, аспектов много. Много здесь еще есть такой аспект, то есть подход местных властей до штата и федеральных властей. То есть если посмотреть, сделать полный анализ, то федеральные власти, они хотят побыстрее открытие страны, потому что это макроэкономические показатели падают вниз, то есть надо, производство, бизнес дальше работал. Да, это тоже немаловажный фактор, а местным властям так сильно макроэкономические показатели не заботятся, они заботятся в первую очередь о населении, безопасности именно их подсчетного населения штата. Поэтому здесь идет такое немножечко два противоположных, все сложно, противоположные такие мнения на уровне принимающих, на политическом уровне, на уровне академических есть разные, есть, я как сказал, гибридный, то есть вводит сейчас, то есть если мы говорим, что возгнает работу, это означает, что полностью возгнает работу на аудиторную форму обучения, то есть есть, да, с оговорка, допустим, калифорнический университет Сан-Диего, он вообще анонсировал на уведение, что хочет всех из студентов и профессор препаратов взять у них полностью анализы на ковиде, убедиться, да, вот эти максимальные меры, то есть тем самым показывая, это же тоже идет как бы уже позиционирование, как вузы себя позиционируют в условиях реальности ковид, да, то есть как они заботятся о своих клиентах, да, в виде студентов и как заботиться о своих сотрудниках, да, то есть в виде своих преподавателей, профессоров, то есть если сделать, то есть у американцев. Я надеюсь, что все-таки какое-то сбалансированное решение, конечно, школа. Да, да, есть такая, понимать, гибридная форма, то есть часть будет онлайн, часть будет на кампусе, что мы, онлайн будет для больших аудиторных таких групп семейных, в которых есть большого скопления людей, вузы. У вас все-таки не будет отпуска, я думаю, люди, потому что вам же теперь везти надо обратно тех, кто выехал, если на семинарах они должны будут присутствовать, поэтому я вам желаю удачи в этом и как бы успешного осуществления вообще все ваши деятельности связанные с ковидом, с возвращением ребят, обратно сюда уже теперь на учебу. Спасибо большое за беседу, спасибо большое за ваше время, я думаю, что мы смогли показать основные важные аспекты вашей деятельности, осветить и человеческие какие-то факторы, которые очень важны, и ваш высокий профессионализм, и такую очень профессиональную позицию самого Центра Международных Программ Президента, я вам очень благодарна за эту беседу, у нас это обязательно будет в записи, вот, я очень желаю вам успеха, хорошего лета, хоть и без отпуска, крепкого здоровья, всего самого хорошего. спасибо, 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 иного, хочется от тебя поблагодарить, я вас в прошлом времени не знаю, и мне вот вы в последнее время раскрылись, как такой очень, могу сказать, одаренный интервьюер, который комфортно ведет такие беседы для для нас, для тех, у кого вы ведете эти интервью, очень было приятно с вами провести такой, так сказать, наш вебинар, и вам также всего в этих условиях хорошее настроение, и чтобы все это обходило вашей стороной. Спасибо. Коллеги тоже сходят. Спасибо, Энур, большое. Удачи вашему каналу. Спасибо большое. До свидания. Счастливо. До свидания.